Ну а наш эфир продолжается и в студии уже есть гость. Я готова его представить, если быть точнее, эту прекрасную девушку, которая согласилась так рано встать и порадовать зрителей информацией. Сегодня к нам в гости пришла Мария Семикчи. Это председатель местной болгарской общины города Симферуполя. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как оно началось и не сложно ли было приехать к нам так рано? Вы знаете, нет, не сложно. Было удивлением то, что в выходной день мне позвонили, попросили приехать с начинающим понедельником. Ну, с чашечки кофе утро начинается хорошим. Скажите, пожалуйста, давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего общения. Много ли болгаров в Симферуполе? Именно в Симферуполе, если посчитать только в нашей болгарской общине, то их где-то около 150 человек. По переписи во всем Крыму их около 3000. Но перепись, сами понимаете, можно одну перепись вести, а болгар, конечно же, намного больше, так как некоторые не указывают свою национальность, потому что некоторые то скрывают, то не хотят, то до них не дошли. Как и до меня. Меня никто не спрашивал, пока я проживала в Крыму. По перепись никто не приходил ко мне, поэтому я уже там не числюсь, но являюсь болгаркой. Скажите, вы храните свои традиции национальные? Да, для нас это самое такое, самое такое единственное, что осталось в Крыму, потому что болгар не так много, как остальных национальностей. И для нас культура, обычаи, традиции, это самое главное, что мы хотим передать своим детям. Мы хотим показать Крыму. Для этого мы проводим различные мероприятия. Позвольте отметить, что 15 февраля для вас особенный день. Саша, если ты не против, я тоже присоединюсь, потому что меня тоже очень интересует этот народный праздник. Я даже подчеркнула, что называется он Трифон Заризан. Трифон Заризан. Трифон Заризан. Вот, я как раз хотела узнать, как правильно ударение поставить. Вот, что это за праздник, что он у себя представляет, как вы его будете отмечать? Можно присоединиться? Ну, вам, конечно, можно присоединиться. Это праздник Трифон Заризан, день виноградарей и виноделов не только в Крыму, но и в Болгарии. Мария Васильевна, нам надо присоединиться. Обязательно. Почему в феврале? Февраль не самый виноградный месяц. Потому что это первый день, когда начинают обрезать виноград. Получается, по обычаю у нас отрезают три веточки. Их обязательно поливают вином. По нашему обычаю вообще это не 15, а 14 февраля. Это по-старому мы всегда празднуем. А по-новому это вот первое, второе февраля, три дня, в общем, это празднуется. По обычаю у нас рано утром жена отправляет своего мужа на виноградники. Она ему собирает не в чехле, а в такой из ткани сумки, которая, туда она вложит быклицу. Это такая деревянная тоже, как бутылка, только она круглая идет у нас. Наливает вино, также готовит ему вареную курицу, вложит в этот пакет ему, который мешок. И отправляет их на виноградники. Что же там происходит с вином и с курицей? Они там собираются компанией, мужчины. Берут, выпивают, режут три виноградные лозы. Ну, конечно же, потом они все обрезают. Ну, сам обычай, именно три веточки нужно обрезать. Потом они берут, поливают это вино и выпивают. А потом после этого три дня празднуют. Ну, вообще, на самом деле, любой праздник вина, мне кажется, должен отмечаться по меньшей мере три дня. Но на самом деле, шутки шутками, я хотела спросить, как у вас этот праздник будет проходить? То есть это будет какое-то театрализованное представление? Вы покажете, как это издревле у вас принято? Да, мы, конечно же, покажем этот обряд обычай, потому что все, я так понимаю, что больше для этого и приходят, чтобы узнать, не только для того, чтобы выпить. Всегда мы начинаем наше мероприятие с молебна. То есть батюшка у нас освящает виноградники, проводит молитву. Потом после этого мы идем на виноградники, проводим обряд с виноградниками. И после есть такое же, входит в обычай, ну, обычай нашего обряда, то есть нужно обязательно выбрать царя на год. Каждый год переизбрание царя. Царь – это тот хозяин, который все время будет охранять, так сказать, целый год, пока не изберут его еще раз. Скажите, к сожалению, время подходит к концу. Где, когда к этому можно присоединиться? Наше мероприятие будет проводиться на территории Золотой Балки, Балаклава. Балаклава, присоединяйтесь обязательно, и мы вас будем ждать. Будет очень интересно, а также будет дегустация национальных блюд и конкурс. Мы едем, мы едем обязательно. Вы знаете, мы только что смотрели сюжет, фитнес-сюжет. Мы с Сашей обязательно хотим туда отправиться. Теперь вы пришли к нам в гости, приглашайте, теперь мы обязательно хотим отправиться дегустировать блюда. Вот такие мы ветреные ведущие. Ну, а я напоминаю, что наш разговор подошел к концу, и в гостях у нас была Мария Семикчи. Это председатель местной болгарской общины округа, городского округа Симферополь. Спасибо большое, что вы пришли. Спасибо. Спасибо.